всем привет сегодня пройдет у нас заседание назначенное на 10.00 наверно начнется чуть попозже все что сниму естественно выложу до этого проходили заседания в районном суде можете посмотреть по этой ссылке вот здесь извините а к вам можно обратиться а вы сегодня но вы сегодня на дверях здесь стоите а может сказать а почему сегодня но так мало парке полиции полиции но мы в общественном месте на море да да но муж вообще с нами я просто хочу снять ваши небольшие комментарии его настолько невидимой работа что они лучше не 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 подождите я хотел вас просто узнать а почему сегодня так мало полиции здесь вот прошлый раз когда я сюда приезжал да здесь был судебный процесс тут было где-то человек 20 полицейских и некоторые были без формы еще человек 20 а можете сообщить почему сегодня мой старый род Chanh somethingarius next Mhm нет нет я просто скажите лео я не буду вас снимать я просто кровати но вы скажите почему усени может не пригласили весь оп этом 1 да вас первый отдел раменскими Works почему вас сегодня пригласили весь отдел не на просто кажеть почему не пригласили не весь отделок на это судебный процесс для хочу узнать почему все так мало полиции вот Ну да, да, он пытается как бы спрятаться. Вы в прошлый раз по закону отстаивали права граждан, когда народ, когда полиция вам приказывала, было бы красиво, а вы здесь знаете, когда видите еще бесправных людей, которые вам не отвечают, вы пользуетесь этим. Когда граждане чуть под коврек вам подходят, вы сразу ножку и так и клецо притупили. Как у вас возможность такая? Почему вам политические приказывают? Вы за разную структуру. Что значит приказывают? Приказывают. Они сами заходят. Приказывают. Они не имеют права вам приказывать? Давайте с ним посмотрим, мне интересно. Вот я знаю молодой человек, Николай, Николай бегал по этажам просто. Ну это сложно запомнился, да? Давайте по очереди. Вы с оружием заходите в зал. У меня тут сотрудника, у чтуба, который... Человек с оружием. У меня тот же самый стоял, так же все. Он и свидетелем был, он так же был угрожен. Зал судак, кроме судебных приставов, с оружием, вообще всем запрещено заходить. Как вы такое допускаете? Как вы такое допускаете? Обеспечивающие государственного охрана. Обеспечивающие... Да, согласен. Они обеспечивающие свидетелем по делу. Вы с оружием заходите с оружием. Здесь всякую такую допускаете. Что, все, вычислили? Да вы национирусы убежал. Потому что здесь тоже самое. Короче, смотрите, у нас в зал лично ничего нет. Но то, что вы здесь устворяли, это просто ничего не остается. По вам, вот не конкретно, ладно, послушайте. Будет по любому проверку. Вы устроили здесь функциональную анархию. Поэтому вот такие выражения только происходят. С вами интеллигентно общаться вообще невозможно. То, что вы здесь втихаря устраивали, масонки закрывали двери... Если вы правда, нет. Если вы способствовали процессу, да, вот я вот к этому человеку обращался и говорю, давайте, мы хотим все по закону, мы хотим зайти, мы пришли слушатели. А человек испуганно ходил, бегал по этажам и боялся, потому что его, если он будет противоречить, здесь был куратор со московской области, был исполняющий обязанности ОВД. Кому он скажет, что? Кому вы скажете, сейчас исполняющий придет. Так же же вам скажут, вы убежите отсюда. Вот и все. А кто был из пристава? Скажите нет еще. Не было никого. Вы же сами прекрасно все понимаете. Что вам скажут? У меня ни одного пристава не было. И вы в Равенском здесь. Завтра вы не будете здесь работать. Если будете палки-колеса. Что, я система что-то не знаю, как работать? Это я, человек, который не относится к этой системе. Мне ничего не будет. Максимум там сутки или еще что-то по беспределу опять же. Ну и то еще, нам нужно как бы постараться быть обзял. Вы в каких 90-х живете? Потому что уважения к вам мало. Последний процесс мне это показал. Вы очень нехорошо себя проявили. Вы знаете, есть такое выражение у писателя. По молчаливому согласию, это самое худшее из бед. Молчаливое согласие. Там была речь про равнодушность. А в данном случае, по вашему молчаливому согласию, когда в золотом лице происходил беспредел здесь. Мы же не беспредели. Вы что стоите спиной вообще к людям? А почему атомная война-то? И спиной с жопой. Пусть люди вот и спорят. Вы не забывайте, что по вам проводится проверка. Вы, в первую очередь, вы сработали. А не судьи, не полицейские, которые вам говорили, держите двери. Понимаете? Вы вылетели. А, он держал двери? Я его не видел. У меня бы одна полиция говорила о беспределах. Они же были свидетелями. Они же двери держали. Помните, когда мы с вами наверху на четвертом этаже? За вами бегали полицейские и привели вас. Вы не знали, что делать. Вы растерянные стояли. Плохо с памятью вас. Я понимаю, что это годы. Но суть в другом. В данном случае, что у вас молодой человек. У него суд был. И вы не знали, как себя вести. Потому что вам приказывают полицейские, а вы вроде бы и... Ни при чем. Да. Нет, нет, только когда вот у Жени как раз... Уже не суд был. Нет, нет, нет. А я хочу рассказать господину Присову, что после Нюрнбрингского трибунала появился такой политик, как преступный приказ. Если приказ противоречит правам человека, его можно не выполнять. Он имеет полное право. На любой службе. Поэтому, если вам трибунал слова хоть о чем-то и говорит, то будьте любезны запоминать о том, пожалуйста. Тогда, наверное, люди тоже думали, что они будут такие наглые, без... Представите, мы на каждый процесс будем собираться приезжать. И я думаю, что это будет какое-то действие. Если у вас не каждую смену вы ваш приезжаете. А вот вы на это и надеялись. Ну, благодаря, как говорится, по возможности, когда есть такой дружеский долг, обязательно будут приезжать. До работы не работают. Конечно. Во-первых, общество видит, что происходит. Это негативное отношение к суду. В последней станции... Так, вроде выяснили, их функция была отвлечения. Они же просто стояли, отвлекали, кто выходит, чтобы на себя переманить это внимание. Наверное, в этот момент что-то другое происходило. Может, там кто-нибудь с работников выходил. Да, да, я тоже так считаю. Чтобы нас выводили, чтобы не дай бог там не перехватили на это еще что-то. То есть у них были приказы такие незаконные, провоцировать на драку и так далее. Ну да, да, так сильно. По команде они свернулись и ушли. На следующий день все нормально будет, спокойно. То есть, слушать обещания. Да, на обратите. На обратите. На обратите. На обратите. А вы потом телефон распространяете. Не его внимание. То есть, что происходит так. Он сначала трогает меня, потом извиняется, что-то бубнит про себя. Мне кажется, он под воздействием. Он вообще не был интересен. Я думаю, что в самом заседании... А вот и второй Вовочка. Довольно опасно сейчас. Вова, давай. Вы же собираете там все? Он как-то разъяснился. Слушайте, самое интересное, я даже не знал, что у вас основная ручка. Я просто отсюда уйду. Сорочай тоже там что-то бросался. Папку пришла тебе, ты открыл? А, еще нет. Я не помню. На всякий случай, ребята, человек стоит в 45-й кабинет, на процесс не собирает. Он с других задач не пытается. Вот, смотри, вот они. Кто присутствует? Альфинистый, да? Ну, дорогие, смотри, не приглашали нас налево? Нет. Нет. В смысле, уже прошел процесс, что ли? Мы же стоим. В смысле? В смысле? В смысле? В смысле? Ну, давайте сейчас узнаем, где судья. Откуда узнал? В канцелярии? Не хочет, не хочет. У помощника, его представителя. Андрюх, назови эту постель. Оно здесь состоялось сейчас? Здесь было? Здесь было. Вероятно в 10 часов. Изображало весь случайного прохожего. Своей... Вы видели, что судья... Все без ядово рассматривали. Да, конечно. А сколько? Десять часов. А, зашла, да? Да. Вы все заканывались? Юмореско, где это? Совершенно смутяйно это. Встретили... А сама-то рассматривала. Сама-то рассматривала. Сама-то рассматривала. Как вы говорите. Она, получается, одна рассматривала дело без вообще участия. Заходил человек в милицейской форме. Заходил человек в форме прокуратуры. Заходил... Заходил... И заходил... Судья, можно попасть? Просто, чтобы меня не отвлекали. Судья, можно попасть? Работает или слушает? Нет, у нас слушание должно быть. Нам надо выяснить, слушание. У нас слушание проходит, оно прошло или нет. Потому что сейчас есть информация, что слушание... Я ничего не сказал, мне сказали, что она занята и просит, чтобы... Позовите или позовите. Давайте тогда председателя вызывайте. Что значит? Вы сходите. Вы или как бы... А где председателя? Мы не можем здесь. А здесь, председатель, как ее зовут? Вот здесь, Владимир. Вот здесь. Вадим, Владимир. Как фамилию еще раз? Фадина. А именчество? Пойдемте вас проводить кого-либо? Пойдемте, пойдемте к Фадину. Когда сходим. Ребята, в общем, смотрите, какая ситуация. Это второе судебное заседание в городе Раменском, на котором я нахожусь, да? Тут беспределы продолжаются просто жесть. То есть, первое видео, кто не видел, вот зайдите вот по ссылке, посмотрите. Это сейчас второй судебный процесс. Оказывается, что его уже рассмотрели, да? То есть, даже никого не пригласили, нету никакого отсчета. Ну вот, то есть, уже рассмотрели без вот всех присутствующих, да? Прошел процесс. Каким образом, неизвестно. Я готов не работник. То, что здесь творилось, и творится, я думаю, без нас. То есть, мы на себе показали, что на самом деле здесь происходит в Раменском. Я не знаю, ниже принципа. 90-е – это вообще сказка. Где гарант конституции? А это вот надо спросить. Где конституция? Ну, президент сегодня можно решать, да? А вот пристав в рамках суда может решать многое. Может проверить человека, выяснить, кто он, чего он, выгнать его, у него подозрения могут быть. Он ничего не может делать. Понимаете? Поэтому… Вот это мне, конечно, печально. То есть, представить власти… Вы на службе, да? Напротив… Да, он на службе. Вы на службе. Вы на службе. Он ничего сделать поможет. Вот это как вообще нет. Меньше тысячи рублей. То есть, получается, даже вот сейчас проповедь человек скажет, просто защитите меня. Не может ничего. Что? Полицейские возле здания суда, когда подсадные утки и плевались? И власть поворачивается всегда к нам спиной. Любое подчереждение – только спиной. Или сокращать дистанцию на… Нет, нет, что-то будет подозрение, что… А, направить от меня на три метра и… Не-не-не, это наоборот обниматься ли. С какой целью… Не знаю, я даже не могу конкуртировать, потому что здесь просто… Еще раз хочу рассказать, что зрение у меня… Нет, а сейчас что происходит? Вообще, сейчас какие у нас процедуры с вами? То есть, они что-то комментируют с вами? Нет, вообще. Ну, целый день не нужно ждать, пока пока… Ну, конечно. Так что предлагаю палатки ставить, наверное… Шашлыки, шашлыки не будем устраивать для себя. Кстати, да, надо шашлыки не организовывать. Кушать хочется, здесь столовой нет. Есть? О, здесь столовой есть. Он решает. Извините, а вы кто? Вы можете представиться? Судья. Это судья? Это судья. Извините, а у нас процесс сегодня будет? Так что, все? Она домой, что ли, ушла? Я не понял. Хорошо, что я ее снял. Да, да. Можешь сказать пару слов? Что ты пишешь сейчас? Просто прокомментируй. Образец заявления на имя исполняющего обязанности председателя районского городского суда, Фадина. По поводу чего? По поводу нарушения прав граждан на присутствие в открытом судебном заседании услышателями. А именно, нас не пригласили, да? А именно, не объявили о начале судебного заседания, не пригласили в зал судебного заседания. И всячески скрывали о том, что вообще сегодня состоится какое-либо судебное заседание. Да, да, так же. Да, судебный месяц 13-го. Спасибо. А я не знаю, стесняюсь. Друзья, друзья. Вы говорите, что он в 45-м кабинете пришел. Вы так объясните, пожалуйста. Потому что у нас человек непонятно статистики. И гражданам докапывается. По-моему, отреагируйте. Не понятно, не подозрительный человек находится. Да. Для чего он здесь находится? Показывайте. Не закрывайте, я же по-моему, пообращаюсь. А, да есть. Мужчина, вот в 45-м кабинете храдей вообще никого. Никого, да нет, сейчас нет. Никого нет. Да, да, да. Да, вы объясните начальнику, что здесь все в порядке и провокации нет. Все узнали? Значит, что дверь закрыта? Нет там никого. В 45-м кабинете получает. Слушай, вообще неадекватно. А-а-а. В 5-м мы точно не возьмем. Интересовался. Угу. Давай. А что, вы узнали вам суда или нет? Давайте отойдите. А-а-а. Вы в какой кабинете? А-а-а. Можно задать вопрос? В какой кабинете? А кто? Вы каждый один? В какой кабинете? Я тут просто сожг�юсь. В такой же человеке. Вы знаете, как у вас? В какой кабинете? В какой кабинете? В какой кабинете? я дурачи передавая или кирпич я вот как моя гражданская позиция подозрительный человек как раз я слышал оскорбляли судью когда 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 вы говорили они такое подозрение что вы по наркотикам находитесь может такой а у меня то чтобы давать не за действие вызывайте полицию вместе седем на свидетельство первое дело поедем первое надъехать а наркотика связи не там делал я юризм знаю где делали веники делают не юризм возможно наркоман ну подозрительно наркоман поэтому прячу свои зрители посмотрим что может наркоман этот человек ваш друг зачем меня руками вообще трогать я же вас не трогаю а вы ко мне подошли я вообще стою в другом месте я в общественном месте и я и я головка вы нас подслушиваете что ли стоите здесь надо выбирать выражение еще раз вы ко мне прощаете какие выражения какие выражения прокомментируйте пожалуйста о чем сейчас о чем вас до сих пор никак не отпустит вас сейчас вчерашний у вас уши уши греет похоже да вы же уши греете просто стоите правильно какой зачем таких людей присылают сюда ну какая у них интересная цель нет я вот его право очках но с какой целью с какой целью вообще сюда прислали то есть уши греть или что ну какая он может здесь быть информация да когда она и так все известно что здесь происходит какой ведется процесс для чего вы здесь можете сказать ну да он сначала он сначала не нужно к суде сказал что у них вообще в 45 никого нет он сначала говорил что он 45 стоит ну а теперь витя говорит что он просто гуляет узнает этого человека пишите в комментариях да и считается где работает то есть вы все знаете соответственно будем выяснять по это суде по моему извините у нас сегодня процесс будет состоится товарищ судья ну че узнали что у нас настоит уши греет или еще чего-нибудь а не жирная у нас очень живые вахмурка это туда нельзя заходить Там судебное заседание идёт, в судебный угол. Да даже милицейских не пускать, понимаешь? Пока дверь никто не держит, забегай. А мне можно пройти? Я хочу с судьей поговорить. Пригласят. Пригласят? А как она узнает, что вам пригласится? Ну да, вы можете передать, что Иванов Борис хочет и желает поразговаривать, поговорить с судьей? Потому что у нас было назначено заседание к секретарю. Ну давайте к секретарю, запишите. Ну сейчас я да, я выясню с кем. Сейчас сначала с секретарём поговорим, потом с судебным. Ну давайте, кому угодно, кому угодно меня. Мне главное нужно пройти внутрь. Хорошо, вы запишите меня. Зайдите и узнаете. Я просто хочу, чтобы вы осознавали, что здесь происходит. То есть вот эти все люди, они собрались на судебный процесс. Который в итоге, как получается, сейчас, да, вот приехали издалека. Отложено. Ну отложено. Каким образом отложено? Оно без нас отложено. Мы даже не зашли внутрь. Вы понимаете это? Я просто хочу, чтобы вы понимали, где вы работаете и что здесь вообще происходит, какая связка. Он всё прекрасно понимает. Он как этот, за 30 серебряников отрабатывался. Он нагло нападал, провоцировал. В прошлое судебное заседание? Да, в прошлое судебное заседание. По Орлу. Ну в частности, ко мне активно приставал. Поглаживал он тебя? Поглаживал? Я активно от него уходил, дабы это, не быть замазанным. Что вы скажете о своем оправдании? Зачем я поглаживал этот вопрос? Он к нам приходил. К вам это к кому? У вас организация, структура? Да. Компания Лю... 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 Ну пока мы стояли на стоянке там. Черный наил. Сейчас спрашивал. А, упас. Это возле... Дорогу спрашивал. Да, да, да. Дорогу уже на дорогу. Дорогу уже на дорогу. Наверное, не видишь. Буквально декорит, а то и козлишь. А, братья. Непрасивый. Что ещё сделать, нехороший человек? Да. Пытался телефон отобрать. Видно, у него не хватало. Ну, давайте... Затем его собрать, прожать не выпить. Ну, скорее всего. Смотрите, зарплата маленькая. Условия плохие. Машина... Показывай, пожалуйста. Какая у вас сегодня гранта или какая машина? Нет, приор у вас, да. Машина приор. Они ломаются. Никто не даёт. Металлик, цвет, народ. Ну, номер вам там сейчас напишут. Значит, чего ещё хочу сказать? А вот вы руки держите? Вы чувствуете как-то дискомфортно? Нервничает человек. Ну, во-первых, он один. Его сюда прислали. Ну, мы говорим, пацаная утка. Но это как-то грубо, да? Я бы сказал, не утка. Я бы сказал. Ага. Больше. Больше. Поэтому я прошу вас поднявить им зарплату, чтобы они приезжали на своих. Какая ситуация произошла? Мы были в прошлый раз на суде у Орла, и даже молодой человек пытался вынехать всякого рода разную информацию. Вот. Пытался представиться, что он такой же свидетель, что он внутри здания находился. Интересен был ему процесс. Потом к нам пристраивался, когда все люди уехали. У нас осталось 4 человека, и одна девушка из них. Они, группы лиц, стали нападать, вырвать телефоны, пытаться на Драку. Вот этот вот. Да, да, да. И он здесь вынюхивает. И еще с ними были оперативники. То есть явно. Сотела. Слово, наверное, мужик, это про женщину, которая ходила. Это вы, это твои друзья. Мои друзья. А у вас какие друзья? Ну, пока ему такие вещи не говорили. Ну, Маш, это друзья не лучше. Смотри, у автомобиля. Я не знаю, лучше. А я считаю, не лучше. Лучше, конечно. Подлянки такие, что вы творите? Нельзя. Ну, сами знаете. А вы-то только здесь кривду не сройте, пожалуйста. Мы здесь за правду. А вот и вы. Товарищ Александрович. Это тоже Саша за правду, да? Не, а что ты меня в прошлый раз провоцировал? Бросался за меня. Мы все за правду. Вы бросайте нас здесь. Только мы за Родину, а вы за Каллах. У вас за какую Родину? То есть мы... А по чем Родину начинать? По чем Родину начинать? Ну, я не знаю. Я пока вижу так. Понимаете, вы со стороны, я говорю еще раз. Я показываю. То, что люди за вас предаться не только не будут. А когда-нибудь будет беда. А Столбов на Амкаде на всех хватит. Вот здесь человек не уважает. Мы с людьми, с народом или нет? Ну, давайте так сделаем. Мы все народ-то, да? Ну, прям провокация. Мы все народ-то, да? Мы все народ-то. Минуты. Потому что полицейский не будет этого дела. Забивать зал, чтобы мои родственники туда не попали. Вы считаете это нормально? Ну, я не знаю. А я вам говорю, вы не верите или нет? Да вы были в зале что-то рассказывали. Внутри ваши полицейские держали дверь. Снаружи держали дверь. Вы считаете это нормально? Это по-пацански бывает? Да он отвечать не может. Он только... Прошел час. Давайте посмотрим. Показание. Внутри встает. Внутри. Ну, как вы видите, выходит, но нет. Внутри. 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 Известно, о чем вы не говорите. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok